здарова все тут ко мне товарищ приезжал эдик привез печку новую ну как новую старую но для меня она новая короче мы тут утром по запускали туда-сюда сейчас я ее подцепил тут переходник сделал на трубу ташкент ё-моё уже потолок начал прогреваться представляете он уже пятнами офигеть она жарит короче ну да сколько уже 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 вон сколько показывали уже плюс 6 да почти плюс 7 и температура и температура продолжает расти так сказать и неуклонно вот на печку мне он притащил вот такую вот вот короче улица патрук и вот так вот она красная уже все будет красная вот такое короче толкозный переходник сделал это вот так это чтобы запустить я пару дней на ней поеду посмотрю подумаю как она здесь у меня будет если меня это дело все устраивает то я оставляю эту печку если меня это дело не устраивает ну я не знаю что сейчас сейчас попахивает здесь конечно же маслом отработкой посмотрим может быть у меня просто переходник не очень герметичный и он где-то выходит вызов может быть труба там где-то не герметично то есть надо это все дело полазить посмотреть ну вот проварить и все будет ништяк уже вон скрышем из потолка уже начало капать короче вода на пол сюда то есть короче тепло будет дороже это точно у нас араша 8 градусов тепло но тепло короче все капает капец вода будет бегать она сейчас оттечет так сказать оттает это все все дело уйдет это вода конденсат этот весь уйдет отсюда и все будет ништяк танцы потекло блин на болгарку капает твою мать то есть надо сейчас будет спасать тут короче инструмента туда-сюда еще такую канистру людей принес тут вот здесь подача и вакуумный кран вот это вот вакуумный кран это подача и такая она чтобы перелива не было специальная фигня потом подключим когда по нормальному все покажу расставлю вот ну короче вот там вот все водище все капает ништяк ага закончено что-то не пойму ну да действительно закончилась это отработка тут стаканчики начала потухать по чуть-чуть подлили нормально все ништяк все отлично короче мне печка нравится надо сделать чтобы выхлоп был абсолютно герметичный и тогда он еще туда будет весь на улице выходить будет хорошо и спокойно пирожку на стакан еще сделать надо будет на этот канистру подвесим куда-нибудь так вот туда-сюда ящик надо будет как-нибудь перевесить а значит другое место вывести и все будет огонь я думаю будет а ну самое можно будет перевозироваться сюда тяну вот это вот все вот оттает высохнет на фиг и все будет вообще отлично пару дней надо здесь протопить хорошенечко и будет космос вообще-то просто какой-то капец но поливает вот это все это все вода там вода тут везде вода короче лупит тут вода все в воде потолки оттаивают жесть блин на нас не упало короче вы поняли да все капает вообще все все капает все плиты сейчас еще и стены пойдут короче капец капец печечку запустил е-мое но мне уже жарко честно я вот я вот в таком черном пуповике своим старым он реально с пухом такой хороший понтовый дорогой был когда-то вот пока я в нем однажды не поварил сварочку не боюсь вам так сказать и ему пришлось писать в гараж но мне бы реально выжать знаете сколько градусов так сам но чтоб под воду не попасть десяточка уже есть снимаю уже плюс 10 бетонной коробки представляете бетонной коробки плюс 10 вот этого часть уже пошел ряд то есть там самый дальний уже почти весь оттаял вот это вот вот везут по по в конце еще не совсем тронулся здесь там начали уже капец там вот третий это вначале чуть-чуть среди не хорошо строю совсем никак и самый крайний там все вы не здесь вы не здесь все вы не короче нужно тащить сюда аккумулятор обязательно заряд по к нему потому что вентилятор должен работать от аккумулятора вот и ну чтобы если вдруг электричество вырубит чтобы он продолжил работать чтобы не было взрыва но он как сказал этикс то есть он взрывается так себе лайтово короче крышку потребит просто и все и ничего страшного взрывал разыграть 4 или 5 нифига особенного то есть все ништяк вот в эту пулу я отчетливо чувствую запах выхлопа то есть она сюда подымливает меня то есть видать где-то у меня там выхлопная труба сечет так сказать мягко выражаясь ну это мы дело поправим обязательно а сейчас надо пойти на улицу подышать свежим пойдемте я вам покажу как там на улице выхлоп там ведь воде коптит теперь как не знает кто юмая ну честно вам признаться самый большой минус это то что шумно в гараже реально в гараже шумно ну то есть улитка ее надо как-то глушить короче надо будет сделать какой-то там забор воздуха откуда-то там короче он из вентиляции гофру короче протащить и все будет ништяк я думаю что мы так наверное сделаем чтобы она отсюда вас забирала воздух и туда и либо какую-то кофру чтобы она из помещения забирала воздух ну чтобы она и не так сильно шумела потому что ну шумит капец кипер не могу понимая на самом деле шумно очень как бы ну короче я не привык к такому шуму а выхлоп вот смотрите сами вот моя труба вот выхлоп я его тоже не вижу ничего нету даже пара нет и представляете как фигарит вот фигачите моя труба интересно здесь горячая ну да горяченькая ого нифига себе горяченькая горяченькая надо переделывать надо ставить эту печку туда куда-нибудь в дальний угол самый и пускай оттуда вот сюда вот тянется короче труба чтобы она здесь короче на выходе уже остывала так ух метель это души от всей выхлопа никакого нету абсолютно вон пацаны там он где-то он топит там он печку вот оттуда воняет жизнь а здесь у меня вообще ничего нет класс вообще но да маленький минус то что она сумит вот здесь тепло прям да воняет конечно выхлопом в гараже именно вот воняет выхлопом отработки так там по-моему заканчивается уже надо еще дались по-моему не очень красная конечно но просто он такой красный да по-моему заканчивается так маслице надо сделать подачу подкапываем вот так вот нальем вот последний раз наливаем вот так вот все хорошо короче ну то есть надо сюда сделать что-нибудь какое-нибудь такое вот надо еще вот этим дыр доработать потому что из этих дыр тут короче дует и не знает откуда это кто-то блин ураган е-мое вот надо сюда доработать вырезать все аккуратно чтобы лишний воздух не выходил вот сюда и все будет ништяк я думаю гофру можно как-нибудь и куда-нибудь там самую нижнюю там на пол там чтобы она с пола брала холодный воздух а сюда ну а здесь грело блин на камеру капнула жесть везде капать где бы встать бы так чтобы не капало вот вода там вода там все в воде тут все в воде на седуху не капает на седуху вроде не капает ну и ладно здесь все вот в воде там все в воде надо сюда поставить хоть немножко в тазике капает и жесть жесть просто жесть офигарит я моя вот это этих мне тут печку подогнал капец туда шарашивать здесь дорог но надо переделать выхлоп потому что мой выхлоп вот эту трубу надо либо переварить нормально сделать по-человечески красиво чтобы она прям была офигенская вот либо вообще новую полу если выхлоп сделать да нет наверное переварю просто лучше конечно же ее куда-нибудь туда перенести чтобы она отсюда чтобы она отсюда вот так вот сюда вот так вот выходила труба и вот она будет вообще огонь будет супер круто и так по итогу а блин где бы так устать чтобы зашиворот не капало короче где-то вот здесь вот наверное а по итогу печка огонь офигенно просто жарит капец нагнала в мега холодное помещение в большом двенадцать градусов за два часа с половиной сожрала пять литров конечно же отработки ну потому что я ее туда просто так подливал то есть она не капелькой туда текла а просто фигачила короче я туда ее рух в стакан наливал там буф если здесь такой уровень то и там тоже поднимается уровень и там испарение дофига то есть она не успевает выгорать и вылетает в трубу но не коптила сколько бы я бы там не пытался что-то там делать там крутить вертеть то есть бесполезно не коптит коптит знаете когда когда прям вот вообще прям вот еле-еле прям вот крутится тогда коптит по итогу мы имеем с вами растаявший потолок за два часа везде он пошел то есть самая дальняя плита даже пошла я вообще на нее я даже не рассчитывал вон теперь стена мокрая у меня короче видите да то есть да вон сверху вот мокро здесь вон видите вон там мокро все потому что она тут потаяла так капитальненько ну и здесь тоже все вон тут вот вообще над печкой уже высохло все блин на камеру капнуло зараза вот и то есть дикие были лужи здесь была лужа огромная такая вот огромная я вон принес где-то здесь вот губку и этой губкой короче выбирал воду ведро сливал ну не видно вот короче воды было капец очень много сейчас я так чую что вот она уже заглохла как бы еще нормально у печи стоишь так тут вообще хорошо стена нагрелась так себя вот кирпичи высохло нифига кирпичи горячие вот кирпичи горяченькие хорошо надо из кирпичей сложить сюда еще одну таскать экранчик на самом деле надо вот сюда вот сюда вот на это место вот вентилятор где он где-то есть вон вентилятор от жигулей вот этот вентилятор вот точно так же нужно поставить вот здесь вот перед печкой чтобы он с печки стягивал горячий огняный воздух вот это вот и короче сюда его раздувал и тем самым он мне и полы высушит и снизу к верху поднимет весь воздух горячий будет лучше циркуляться лучше высохнет теперь осталось самое важное чтобы вот это вот плита вот эти вот две плиты они мне не протекали поскольку они не утеплены и на них сейчас лежит снег на этих плитах он будет таять он будет затекать обязательно ко мне сюда и они будут мокрые поэтому вот сюда вот надо вот вот в этот вот короче желоб так сказать в стык двух плит нужно зафигачить такую тряпку длинную и чтобы по ней вся влага стекала и куда-то там короче в баночку и прочее то же самое нужно будет сделать здесь и здесь если это надо будет вот так что вот такие вот дела день второй по печечке приехал сегодня привез уже аккумулятор вот такой вот аккумулятор большой он хороший мне его жалко честно потому что он скорее всего здесь он гляд ну поищем у пацанов там аккумуляторов полумертвый какой-нибудь и вот им будем наверное этот обратно отвезу но это пока что временно аккумулятор чтобы если свет вдруг вырубить чтобы он продолжал крутиться вентилятор сегодня хочу еще погонять печку а завтра наверное попробую переделать вот это вот безобразие сделать улитку нормальную сделать входное отверстие поменьше сделать раструб чтобы она потому что вот из-за этих вот краев то что получается завихрение она очень сильно это шумит я так понимаю поэкспериментируем как будет лучше вот закрывая вот это вот вход будет меньше шуметь или будет так же шуметь вот так же мы ждем прибытия нового шиморегулятора на это дело чтобы можно было и вентилятора подключить вот это вот и вентилятор вот тот включить чтобы он нам гонял воздух тут по всему этому по всему гаражу вот ну сегодня попробую сделать капельную подачу куда-то тут закрепить канистру где-то вот здесь то есть вот рядышком где-то вот замес вот этих вот досок как-нибудь сюда повесить сверло у меня по моему по бетону есть лединовое просверлим там тырочку в объем гвоздик я тут ближе идем уже тут колхозил вот такую систему крепежа все это его дело чтобы она вот там вот и села но все было хорошо у нее нормально вы видите капает куда надо сюда подставить потому что он уже дырку пробил в бетоне водой водичка точит камень любая вот тут вот лужи короче у меня образовались там лужи там лужи там лужи и здесь я ведро здесь естественно сухо потому что здесь вчера наступает вот видите вот следы мои они высыхали там мгновенно практически пошел вся фигня ну вот это что у нас такое здесь это у нас жирно жирно вот по моему это немножечко да да не пахнет конечно же ничем но вот сочленение оно видите такое вот копчененькое чуть-чуть как бы вроде бы мокрая в то же время не мокрая не знаю сейчас тряпочкой протру там а там посмотрим шлак отбивать не буду потому что я еще тот сварщик вот ну тут вроде так так шов короче ну то есть снизу получается полу такая круглая фигня сверху полукруглая фигня которая из которой получается переходник изнутри здесь что-то там на 3-4 точки было прихвачено это вот дело оно так стоит а также нужно поравнять видно вам не видно видите вот на вот ту сторону она перекосилась то есть надо вот с той стороны подложить чуть-чуть точнее здесь камушек убрать или вот короче как-то надо ну что вон она ходит короче надо как-то ее перекосить немножечко чтобы оно печка стала немножечко сюда наклонений чтобы более было равномерно заполнение стакана вот пытаюсь пододвинуть короче перекрутить немножко чтобы она стала более ровно и попробуем разжечь подключим ее к к аккумулятору и съездим за эти за зарядным устройством давайте я вам это покажу что же вчера осталось после вчерашней топки в камере сгорания то есть выглядит это дело все вот так понимаете да то сюда заходит труба вне это дырки и вот дует вот там там нифига ничего не осталось считай там ерунда а я не сказал что надо сделать короче типа ложечку и ложечки это и дело короче все вынимать там вчера текло у меня тек конденсат но вот видите вот там дальше нормально надо будет да надо будет нормально переходник сделать красивый именно красиво не вот такого дорога не понятно вот ну и суда сейчас я сейчас налью метрик отработки солярки зажгем все это делать и она все это делать будет у нас работать классно все будет итак я печку запустил еле-еле кое-как от аккумулятора работает сейчас на зарядку принес но обороты меньше чем были на регуляторе здесь наверно 18 вольт потому что подается и она возвращается быстрее из-за этого ну короче гореть пока еще не сидим пока еще там оранжевое пламя красное внутри это фигня все стартуем ну почти плюс один так надо короче колхозить вот это вот канистру вешать на стенку и делать делать то сказать дело концу я помыл потолки как смог они хотя бы теперь не копченые не черные ну не так не настолько копченые насколько были раньше копченые вот здесь вот тоже вот помог здесь вот здесь и здесь просто не сухие я их просто по обтирал этой вот видите швабра щетка но вот такого его длинные ручки сначала я чуть пытался там валиком сделать и потом на какой валик это вот счет щетка вот ведро с водой и короче ну вот такая вода но это еще фигня вот отсюда вот тут все вот это вот и короче смывал 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 сейчас вроде бы ну почти все копает чашечки но она копает здесь так вот копает здесь потом не копает здесь вот и как ее поймать кореньки поймаешь правильно потому что вот здесь откроет пока пола в этом месте уже не капает все и вот в этом и стопа полотве я рядом начало как какого-то лешего короче черт поймешь мысль какая мысль вот там вот по периметру попасть по стеночке перебить такую планочку типа и от нее вот так вот а пленку жук натянуть вот на эту вот фигню хопс или даже наверное может быть до конца до другой стенки пленку вот так вот натягивает на будет про и провисать потому что она тяжелая и надо придерживать чем-то все равно короче я не знаю ну потому что он течет и меня это бесит и то чтобы мне это мешает это и мешает и меня это первую очередь мне так бесит то что вот он капает постоянно это вот куда-то непонятные вот какие-то места в капают вечно а либо да реально надо что-то придумать какую-нибудь такую тряпки тиме длинные бинт не бинт фиг его знает короче надо подумать что сюда можно за колхозе чтобы она стекала все в одно место и куда-нибудь там в баночку потому что но это нереально вот концу дня в печку уже все уже отгорело свое вот сейчас у нас здесь температура стремительно падает сколько там у нас 10 13 было сейчас показывает ну доходило до 20 вот я специального повесил в середину чтобы понимать что он не вот там висит возле стенки от стенки его охлаждает а вот здесь вот как только сюда перевесил сразу же стало 20 показывать а у стеночки показывала 12 не больше вот печка работать ништяк надо переделать улитку чтобы у него вот здесь вот вот во все что раны чтобы у него здесь вот пить и щеляги тут вот тут вот тут вот тут ну и все такое это мы дело обварим и все будет огонь чтобы она не пропускала так сказать мимо себя вот улиточка ништяк проходу и ну конечно попробуй сделать какой-нибудь флянец чтобы сюда деть гофру и куда-нибудь там ее не знаю куда-куда и куда-нибудь и и в горочек запихнуть чтобы она откуда-то брала там воздух того же там из пола опять таки же фиг его знает нужен еще один регулятор на вентилятор вот на это вот аккумулятор я принес вам стоит заряжается сиди целый день работал так вот пока что поставил канистру с маслом это низко то есть ее надо ставить вот здесь вот на вот такую вот высоту чтобы заливная была вот здесь вот ну чтобы вот папа пояс она стояла минимума сейчас она по колено стоит на уровне колена на 2 на уровне пояса ставить чтобы она трубочка шла не погибалась видите как это меняла трубочка она вот вниз и потом опять вверх надо чтобы она вот все время на очень была натянутой туда вот торчала смотрела и печку я так понимаю надо немножечко приподнять этот край сюда больше чтобы она стекала суда ну короче надо еще для настраивать доработать переходник нормальный ничего не сочится все отлично все классно сегодня никаких тут запахов дымов никаких задымлений в гараже не было все хорошо этом сильно грязный да мазай все хорошо я заткнул вентиляции вот там наверху ну ее нафиг надоело если честно вот потому что ну туда здесь горячий воздух в нее выходит я на улицу вышлю руку поднял оттуда вот прям парит короче хорошо прям там лучше пускай она откуда-нибудь там засасывать тем более все равно так сказать принудительный потух в печку мне не грозит о том что у меня здесь будет маленькая тяга потому что тяга всегда будет большая потому что мне принудительно выдувает то есть вдувает надувая там давление и все это вылетает в трубу если труба не забита то она всегда будет фигачить копоти нет не коптить все ништяк когда совсем уже прям вот мало мало было отработки прям вот в печке прям еле-еле она горит там прям оранжевым огнем то там небольшая такая легкая такая копоть там вообще децильная но детская короче ни о чем это все дело вот так что печка огонь сжигает все нафиг за сегодня за целый день я спалил где-то примерно в районе наверное литров так 12 отработки ну прилично короче хавает ну а чего хотели вы думали она вам литр будет сутки нюхать сейчас это где-то 12 я здесь это примерно сейчас у дня уже 8 почти вечером так что так нормально хавает весь грязный чумазый пойду домой кушать хочется до безумия на это в принципе все буду продолжение по гаражу видите потолок подсыхает вот там я вот здесь вот я протирал видите вот он теперь сухая полосочка такая хорошая так что будет ништяк один обещал дать как его зовут краскопульт для покраски диск мелкодисперсионной краской вот так что мы с него будем тут грунтовать и красить так что привезем электрический краскопульт загрунтуем тут стены и покрасим с него же грунт у меня есть я думаю грунта нам хватит если что купим ну и краску и знаками кунтику либо есть или что-нибудь такое в этом роде чтобы она более-менее ну как короче чем-нибудь чем-нибудь замажем теперь им конечно жирно этот я замахнулся дорогая краска короче какую-нибудь красочку куплю там ведрище это вот большое литров так 15 что было чтобы вот я точно мне хватило везде и все то есть тем более с краскопульта я все это буду задувать в этом нам я вот именно вот поэтому меня бесит что я буду красит она вот здесь вот капает короче все это будет короче полная фигня ну посмотрим надеюсь что все прокатит надеюсь что она прокатывается перестанет или еще что-то что-нибудь придумаем фиг его знает может быть я куплю пленки на сколько там 8 метров и вот от этого края стены вот туда вот так вот его постелим чтобы она не затекала куда-то там где-то короче затекает тупо и все где-то затекает в одном месте и вот этого вся вот это вот весь этот мокрый потолок это из-за того что где-то нахрен затекали надо просто найти это гребанное место где она затекает и все будет ништяк на этом принципе все удачи и пока